Приветствуя представителей СМИ, Анатолий Пахомов отметил, что проведение Кубка Конфедерации для Сочи – это и большая честь, и ответственность. Курорт задолго до старта турнира начал готовиться ко встрече спортсменов и болельщиков. А их в эти дни десятки тысяч, как российских, так и зарубежных. Город украсили, сделали брендирование, чтобы у всех гостей было настроение спортивного праздника. Конечно, Кубок Конфедерации привлекает любителей футбола. И мы очень надеемся, что наряду с тем, что они увидят красивые игры футбольные, обязательно побывают в городе, побывают на объектах показа, посмотрят нашу город, полюбуются нашими красотами. Я уверен, что это обязательно сделает положительные выводы и обязательно они будут рассказывать и своим знакомым, друзьям о том, что есть такой красивый город Сочи и надо бы туда съездить. Накануне турнира в городе был разработан транспортный план. Усилена работа автобусов, электричек. Сегодня на спортивных маршрутах задействовано 254 автобуса, в том числе специальных шаттлов. Они будут ходить до полуночи, а в день полуфинальной встречи 29 июня до 3 часов ночи. Ласточки в пиковые часы будут двигаться с периодичностью 4-5 минут. Проезд в них для тех, у кого есть билет на игру и паспорт болельщиков, да не матчей свободны. Информационные стойки, где можно получить всю информацию, расположены в аэропорту, на вокзалах, а также в знаковых местах города. Особое внимание на курорте уделено безопасности. К охране общественного порядка в Сочи привлечено более полутора тысяч сотрудников полиции. Помогают им представители казачества и ДНД. Медицинское обслуживание мероприятия будут осуществлять 11 бригад скорой медицинской помощи. Еще 10 работают на территории Олимпийского парка. Задействовано 780 медиков.